И всем привет, ребят! С вами Стрыванька и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат-аккаунту. И сегодня цель нашего видеоролика это поднятие новой замечательной легенды. Первую легенду на этом аккаунте, которую я получал, я получал на стриме. Ну а сегодня я решил ее записать на видос, получить ее вместе с вами, выполнить плюс ко всему прочему. Ежедневные заданочки, ну и хотел еще открыть старые ультра-контейнеры после того, как мы все это дело с вами получим. Осталось мне до званочки 1600, можно сказать, опыта. Это, ну я бы сказал, наверное, крайне-крайне мало. И у нас уже наш бездонат-аккаунт будет легендой номер 2. По заданкам у нас штурм и регби. 300 опыта в штурме и 800 кристаллов в регби заработает довольно мало. Поэтому я думаю, что быстро мы сейчас все это дело вместе с вами сможем выполнить. Ну и попутно постараемся показать хороший результат реализации нашего дико-страйкера в матчмейкинге. Все-таки у меня уже это легенда. И моментами приходится где-то даже неплохо так запотеть. Отлично, что у нас уже практически до конца выкачано наше вооружение. Соответственно, уже реализовать его значительно проще, нежели комбину, которая качана наполовину. Либо вообще у нас МК-7. Печально, конечно, что еще до сих пор играем на Бруте, а не на Бустере. Но думаю, что уже в скором времени тоже на нем начнем играть, когда он у нас докачается до какого-нибудь 18-19 шага. Ну а эту катку попытаемся выиграть. Я смотрю, что тут с нашего клан-тега присоединился один молодой человек. Наконец-таки я без донат-аккаунта вступил в клан-тег-каналы. Изначально не хотел этого делать, потому что были немножко другие планы на этот акк и цели. Но все-таки принял решение, что надо тоже вступить, дабы приглашать и искать больше людей в клан-тег. Даже по ходу того времени, пока мы просто играем в матчмейкинге. Если попадаются какие-то интересные игроки, которые неплохо себя показывают и при этом играют без клана, можно их, конечно же, позвать, потому что у нас цели расширять наш замечательный клан и стараться все больше и больше находить сильных игроков, которые играют, к сожалению, до сих пор соло в наш замечательный матчмейкинг. Так, ну а по этой катке что я могу сказать? Катка очень неприятная и скорее всего нам ее, к сожалению, не удастся здесь потянуть и потянуть вообще быстро. Все-таки штурм сейчас за деф играется довольно просто. Если играть даже днем, то очень мало толковых тиммейтов, которые будут играть на доставку мечей. Ну, о мече я говорю, о флагах, но мы будем пробовать. Надеюсь, что что-нибудь здесь у нас получится реализовать. Ну, по крайней мере, наши очки мы быстро можем заработать. Перепикивать катку я не буду. После того, как выполню заданку, это будет как-то не совсем красиво. Если бы тут, например, моего бы саклановца не было бы, то, может быть, я бы и мог бы. Взять и выйти и пойти в следующую катку. Ну, а так будем стараться. Может, получится даже здесь эту каточку вытянуть. Он, красавец, уже два флага, я так понял, доставил. Будем пробовать тоже от него не отставать. Быть может, даже еще катку вытянем. А то я ее уже, так можно сказать, похоронил. А хоронить ее рано. Тут еще можно тянуть и тянуть. Уже четыре доставки у нас есть. Может, сейчас еще тиммейты подключатся. Будут тоже помогать нам ставить флаги. Блин, сколько там типов в дефе стоит? Я не знаю, что с ними делать. Надо как-то от таких воспов сливать. Которые тут накидывают шариков очень много. Так, ну и... О! Появилась неплохая Тесла. Такой не Тесла, а паладин. Паладин и Изида. Паладин и Изида. Резы, конечно, не совсем жестко качаны. Но он доставочку красивую оформляет. Четко. Четко Мамонт. Реализацию овердрайва. Но не сказать, что бомбическое. Но урона накидал. Так, и откуда нам заезжать лучше? Через лево-право. Но, наверное, надо было... Лево, но хп мне не хватило. Пока вот этот молодой человек, даже с некачанными резами, выглядит очень интересно. Так что пробуем, пробуем. Стараемся выигрывать такую катку. Скорее всего, она будет у нас без досрочки. Перевернуть паладину возможно? Походу невозможно. К сожалению. К сожалению, невозможно. А вот доставку сделать? А вот доставку возможно сделать. Хорошо, супер. Супер, супер, супер. Пока что доставочки у нас идут. И идут довольно-таки неплохо. Соответственно, шансы на победочку у нас имеются. Еще бы овердрайв бронал бы. Было бы супер. Так, а паладин даже прыгать знает как. Такие бойцы нам нужны, если честно. Надо будет последить за тем, что будет делать этот молодой человек по ходу этой катки. Вот видите, например, игрок с мою план тега на раскрутку не упал грамотно. А этот паладин, даже будучи не фулл качаным, отлично знает, как надо прыгать на этом корпусе. Поэтому иногда даже прокачки ваши, это не такой жесткий показатель. И не так... О, блин, доставлю, интересно. Чуть-чуть осталось до доставки. Отлично. Доставляю. И порой ваша прокачка это все фигня. Когда вы видите игрока, который грамотно действует и четко выполняет свою установку, это уже достойный матчмейкинговый плеер, которого можно звать смело в такой клантек. Себе, можно так сказать, в армию. Ведь в команду, в армию, да? В банду. Ведь гараж это, ну, пустяк. Игрок набьет его. Если он понимает и четко, грамотно играет, то гараж это мелочь, которую он постепенно сумеет набить и получить. Так, ну, у нас уже 60. Мы уже близки к этому замечательному камбэку. И если сейчас паладин доставочку оформляет, он оформляет. 66. Еще один паладин доставочку оформляет. Ну, просто бомба. Просто бомбочка. Так, еще бы вот мне доставку оформить. Будет вообще великолепно. Доставочку. К сожалению, я не доставляю. А вот викинг. Хорош, хорош викинг. Хорош. Хорош. Уж неплохо, неплохо, неплохо делаем. Очень неплохо делаем. Поэтому я сейчас слежу очень сильно за этой паладиной Зидой. Пока что она делает. Мне очень даже нравится. Так, два паладина. Доставочку, доставочку оформляют. Раз, доставка есть. Два доставка есть. Ну, супер, супер, супер. Просто супер. Кат. Складывается просто бомбически. Так, ну и попробуем сейчас еще вот этот мяч доставить. Вернее, флаг доставить. Если получится, то... Блин, мне так не получается легко доставить. Как у них получается. Так что я приглос накидываю. Смело. Смело приглос накидываю. Даже по ходу нашего видоса. Так. По другим игрокам, если честно, ничего сказать не могу. По противникам тоже особо сильно непонятно. Потому что типы просто стоят в дефе. Дефить тут ничего сложного в принципе, наверное, нет. Но и особо сильно ничего непонятно. Как себя молодые люди реализуют. Но у нас пока что все четко. Все очень даже достойно. 90 на 74 ведем. Нам еще осталось поставить... Всего лишь-то 10 флагов. Надо как-то поставить их. 10 поставить. И победа будет в нашем кармане. Так, 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 так. Оттечка. Ай, нет. Ну, тут без шансов. К сожалению, этот фриз мне очень-очень много надамажил. Так, сейчас будет овердрайв. Надо постараться овердрайв раздать вот сюда. Сюда. Ну, давай-давай-давай. Можешь везти, можешь везти. Ну, ладно, не хочешь. И... Не хочешь везти? Окей, так. Давай я раздам овер. Может быть, это сработает. Так, ну и грамотный мув. Поехать вместе на доставку. Титана купол должен пропадать. Лезем, лезем. А-а-а-а-а. Ну, блин, тут тяжело, конечно, когда там такая куча мала стоит. Их прям очень много там стоит. Там бы какой-нибудь... Какой-нибудь бы сплэш-ган, который бы смог бы всю эту кучу раздамажить. Там уже и зиды, и всего чего там. Чего там только нету. Такая куча стоит. Здоровенная. Так, ну доставочку наш оформляет тиммейт. Супер. Мы оформим доставку. Интересно. Нет. К сожалению, нет. Ну и типы дефят. Дефят. Прям плотно дефят. Плотно дефят катку. Стараются выиграть ее. И я, честно, не знаю, что рубить. Зачем флаг брать? Объясни мне, пожалуйста, дружане. Зачем ты берешь флаг? Если ты с ним не едешь, а просто стоишь. Не надо брать его тогда, если ты не едешь. Если ты боишься. Ставится там что-то отстреливать. Ну, боже. Ну, это ужас просто. Ну, вот он сейчас будет там стоять. 40 лет. И вот из-за таких вот игроков потом проигрываются такие катки. Вместо того, чтобы ехать на доставку. Он стоит там, что-то начинает кемпить. Надо стараться, да. Ну, там жестко. Много типов стоит. Ну, а что поделаешь? Что поделаешь? Надо ехать. Надо пытаться сливать их. И пытаться доставлять. Иначе нет смысла вообще подбирать. Этот флаг. Так. Доставочку оформляет Крисна. Хорош. Хорош. Так. Мне накидку бы дать. Хорошую. Паладинов. Паладины под оверами точно должны ставить. Против такой тимы. Там одни изиды. Паладин. Под овердрайвом. Ну, давай, друг. Ну, что ты делаешь? Паладин должен ставить. Так. Ну, здесь, конечно, сильно. Запрессовали. Попробуем через лево заехать. Я не знаю. Получится у меня что-то здесь сделать. Отвлекаем. Не, ну, тут плотно очень стоит в дефе. Очень плотно стоит в дефе. ХП мне не хватает. Может быть, мне попробовать лучше пойти и попытаться порезпить этих типов? Вот там есть, кстати, вероятность того, что... А, он хочет, чтобы я подобрал. Неплохо. Ладно, давай попробуем. Сейчас у меня еще овер будет. Главное, чтобы он минус не упал. Главное, чтобы он не упал в минус. Он летит? Едет или что? Давай, работаем. Пробуем, пробуем. Пробуем как-то что-то, что-то, что-то делать. Ой-ой-ой, мамонт овердрайв прожимает. Это габельная, конечно. Это бесшансовик. Идея была хорошая. Идея была хорошая. Но, к сожалению, у противника было очень большое количество овердрайвов. И нам в такой ситуации доставить не дали. Так, ну ладно. У меня остался только один единственный план. Это план называется пойти респить типов. Отвлекать на себя. И надеяться на то, что наши тиммейты сумеют доставить. Если я их буду просто респить. И как-то им мешать. Падает оверка. Блин, плохо. Хорош мамонт не взял. Надо что-то, что-то, что-то делать. Что-то как-то делать. Но ничего, к сожалению, не получается. Не получается. Так. Залететь оттуда. Здесь Фарис меня просто принимает. Без шансов. Без шансов. Без шансов. К сожалению. К сожалению. Без шансов. Так. Минута сорок осталось до конца катки. Попробуем сейчас. Чуть-то как-нибудь залететь. У нас, кстати, счет не такой большой. Две доставки надо сделать. Но как сделать две доставки в такой катке, я не знаю. Так. А тот молодой человек, которого я пригласил, надел хоппер. Зачем хоппера было одевать? Зачем было одевать хоппера? Похоже, я ошибся, когда позвал в план ТЭК. Назвал грамотные мувы. Молодого человека. Мне совсем непонятен мув взять хопперу вместо паладина и зиды. Когда с ней можно было спокойно выиграть катку. Тот-то решил нам наоборот подруинить по ходу дела. Ну ладно, ничего страшного. Заявку всегда можно отпозвать. Всегда ее можно убрать. Как кинул, так и убрал. Так, ну ладно. Грустно, конечно. Конечно, вот такую катку мы не выигрываем. Но штурм за деф сейчас, конечно, катается очень жестко. И нам, наверное, было бы лучше направо, направо, направо. Сюда, 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 сюда. Сюда, 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 сюда. Мамонт под овером. Он еще успевает овердрайв прожать. Под овердрайв на него не срабатывает. 27 до конца. И у нас новая легенда. Е-мое, залетает новая легенда. Сариспа. Ну, хоть что-то у нас здесь есть дополнительное положительное. Так, 4 секи овердрайв у меня не накопилось. И Крисно доставить еще один успел. Так, ну, пока я не забыл, лучше я, наверное, зайду сразу, отзову заявку молодому человеку, которому я случайно кинул ее. Так, какой у меня-то книг был. Ник там был какой-то такой интересный очень. Интересный был никнейм. Я его, честно говоря, тут и не вижу. Этого никнейма. Ладно. Ладно, 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 ладно. Так, ну что. Нам осталось одну каточку сыграть. И это катка регби. Это один из самых лучших режимов в последнее время, на котором мне реально очень нравится шпилить. И я надеюсь, что это будет быстрая досрочная катка на маленькой карте. И после чего мы быстро сможем пойти открыть еще ультра-контейнеры. С новой уже полученной второй легендой. Я вот так вот, видите, бывает, сфокусируюсь на бою. И уже, блин, катка 6-0. И уже, блин, а что он ставить будет или не будет, интересно. Если я его бойтаном поставит. Сколько мне надо? 800 крисов? Я что-то катки не успею все равно 800 крисов получить. Даже если тип будет держать мяч, мне 800 не дадут. А потом будет обидный момент, когда я получу там каких-нибудь там 700, 750. И буду опять победителем по жизни. Который, как всегда, не дошел до нужного количества кристаллов за бой. Который хотел сильно получить. Так, ну давайте напикивайте мне уже какую-нибудь интересную каточку. Я бы не отказался бы от какого-нибудь сандала. Или может быть песка, либо плато. Вот эти три карты бы сейчас бы очень неплохо бы зашли бы, я бы сказал. Они бы прям сейчас бы залетели бы даже, я бы сказал, даже так, наверное. Но как-то очень-очень долго пикает. Мало боев в регби. Легенда номер два, блин. Уже легенда номер два. Когда-то, относительно недавно, я еще только-только начинал прокачивать этот замечательный аккаунт. Как же быстро сейчас идет опыт. И даже без премки. Даже без премки. Очень легко и быстро у нас все прокачивается. Так. Ну что. Запикивает нас на довольно-таки неплохую карту. Но тиммейты у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие у нас тиммейты. Грустные, если честно. Будет тяжеловато. Я думаю, что сейчас реализовать эту каточку. Но будем стараться. Будем стараться. Надеюсь, что у нас что-нибудь здесь получится. С реализацией. Против есть такая вот интересная торпеда. Ареса Твинс. Ареса Твинс наваливает контентику. Но я думаю, что он особо не помеха. И в принципе, даже против такого типа мы можем спокойно вести мечи. И их доставлять. А что у него по... По дрону. А, у него будет этот брут, да. Брут, это хорошо, что у него брут. Ну можно просто лезть ему в упор. Пусть он по себе дамажит. Так вот. Спокойнейшим образом наносит по себе хпшку. Ну а мы будем потом пытаться... Оформлять доставочку. Давай, давай, давай. Мяч не знаю. В киллзону лучше, наверное, в такой ситуации не бросать. Она, наверное, того не стоит. А вот если я бы сейчас по правой бы широко пошел бы и доставил бы... Ой-ой-ой, шар цель. Было бы неплохо. Хотелось бы, конечно, выиграть такую катку. При любом раскладе. Мне бы не хотелось ее не проигрывать, не отдавать. Поэтому нужно более аккуратно и грамотно действовать. Все-таки у меня нету какого-то жесткого здесь дрона. Нет никакой сильной прокачки ака. И в таких ситуациях все-таки доставлять... Ну, довольно-таки тяжело. Довольно-таки тяжело. И нужно более аккуратно расчищать зону. И потом уже с этой зоны залетать. Чтобы было больше возможностей на доставочку. Ну, тут, конечно, меня уже респят. Так, ну, века рельса... Конечно, ничего особо не делает. Овердрайв появляется. И сейчас уже точно есть возможность на доставку. Главное четко прожать овердрайв. Уйти от рельсы. Плюс там под стенкой еще приз стоит. Приза точно надо уничтожать под стенкой. Иначе он мне не даст доставить. Так, ну и теперь надо... Траекторию. Залетик. И доставочка. Супер. Есть. Доставочка имеется. Так, ну и пробуем. Пробуем теперь. Пробуем теперь не сейвить. А-а-а-а. Доставлять еще один мяч. У меня есть овер. Надо его вообще прожать здесь, наверное. Наверное, надо здесь его прожать. Может быть, конечно, чуть-чуть рановато я это сделал. Критов дополнительных я, к сожалению, особо не поимел. Ну, пробуем. Шафт мне, шафт на прицеле мне не даст ничего сделать. Так, ну пока мы ведем 1-0. Пока мы ведем 1-0. Типы сами кидают мечи в киллзону. Что для меня лично очень и очень даже неплохо. Что они их накидывают в киллзону. Но... Я лично хотел бы попытаться сделать досрочку. И пока что, если честно, мне кажется, что это еще в теории сделать реально. Ну, типы, конечно, пытаются прям максимально здесь потеть. И сливать. Хотя бы одного бы такого неплохого тиммейта, который бы старался бы играть на победочку. И я думаю, что мне бы хватило. Я думаю, что мне бы хватило. И у нас была бы возможность сделать здесь досрочку. А пока приходится играть более грамотно, более аккуратно. Бомба прожимается. Ну, бомба мне, конечно, против моего бустера ничего не делает. Но аптечку я точно здесь теряю. Шафт. Хочешь, не хочешь, меня контролируют. Ну, ладно, похоже, дело. Мы будем играть здесь полную катку. Будем катать полную каточку. Ну, ладно, ладно, хорошо. Сыграем полную. Сыграем полную, ничего страшного. Ничего страшного. Сыграем полную катку. Попробуем. С этой еще катки забрать как можно больше. Рельса овер прожала? Да, прожала овер. Ты думаешь, он не мог типа выдать быстро мне две рельсы в тайминг? Это просто было невозможно. Так, мяч появляется слева в углу. Ну, вот видите, вот такие команды в матчмейкинге. Ну, вот такие вот команды. И что ты будешь делать? Просто что? Как ты хочешь в таких командах делать супербыстрые бои? Ну, вот каким образом? Вот что бы я бы тут не делал бы, как бы я бы не старался. Как сделать досрочку в такой катке, где у тебя в команде ни один тип не едет четко под мяч? Да, то есть они как будто в TDM играют. Вот чисто TDM шпилят. Когда у тебя полковник с 4000 ГС набивает больше, чем легенда с девятками. Ну, типа, о чем речь просто? Просто о чем речь? Вот видите, какие легенды играют. Ну, что он делает в этой карте вообще? Это ужас. Просто ужас. Какие крипы играют. Это просто ужас. Ну, и если я хочу выиграть такую катку, то понятное дело, что я буду просто находить зоны сейва и стоять аккуратно сейвить. Ну, ладно, благо здесь сейчас викинг неплохой овердрайв прожал. У нас есть шанс на доставку. Шанс на доставку. На доставочку. Был. Но уже нет. Если бы залетел бы сразу. Может быть и получилось бы здесь доставить. Ну, а так мы просто сушим. Просто сидим, сушим катку. Надеемся на то, что противник сейчас не доставит. Отличный выстрел. Ну, страйкер это просто страйкер. Который может в нужный момент очень не кисло накинуть. Но я пока что занимаю выгодную для себя позицию. Ну, я играю по возможности, которая у меня есть в такой катке. К сожалению, ничего более существенного и грамотного сделать я пока что не могу. Надо вытянуть еще бомбу. С этого типа было. Вообще, лучше, наверное, в таких ситуациях кидать мяч в киллзону, чем стараться отдавать его противнику. Потому что может противник потом доставлять и это будет очень грустно. Тайминга на подбор мяча у вас крайне мало. Если еще противник играет на легком танке в такой ситуации, то это вообще очень тяжело. Так, ну тут ладно, тут без шансов. Тут, к сожалению, без шансов. Так, ну у нас еще есть как минимум два овера. Как минимум два овера. И будет неплохо, если мы хотя бы один из этих овердрайвов реализуем под доставку. Вот этот викинг, Твинс, может реально помочь. Может реально помочь мне выиграть. Если он сыграет более грамотно и качественно. Так, мне надо раздать овердрайв. Давай, Вика, Твинс. Я верю в тебя, братанчик. Я верю, что ты сможешь помочь. Так, Арес вообще уезжает. Вот во что играет Арес противника, а? Вот у него фулл ГС. Фулл ГС у типа. Я второй раз везу мяч, или даже третий раз везу мяч. Ему вообще как будто пофиг. Он как будто чисто зашел в ТДМ покатать. Пошпилить. А не в мячи в регби. Да, то есть я просто спокойные доставки делаю. И тип даже не пытается меня как-то контролировать. Что-то реализовывать. Странные, конечно, игроки. Странные, странные игроки. Так, на 5 минут у нас осталось. 2-0 это уже очень хороший счет. Там какой-то вроде как неплохой противник запикивается. Поэтому было бы неплохо мне сейчас более сейвово отыграть эти пару минут. Без риска, хотя бы пока овердрайва у меня нет. И потом уже попытаться, если что, доставить под оверку. Но пока рисковать точно нет смысла. Два даже типа у них поменялось. Две новые легенды зашли. Даже вон полковник ругается на наших тиммейтов и говорит, что они глупые. Вот так вот. Вот так вот бывает. Так, что-то там кто-то залагал. Отличный выстрел. Кстати, после такого выстрела можно попробовать и доставочку оформить. Можно попробовать и доставочку оформить. Если получится. Афт нет. Очень больно бьет. А сам противник сам кидает мечи в киллзону. Тип летит 2-0 и сам кидает мечи в киллзону. Просто кайф. Просто кайф. Да, вот видите, наш чел тоже на эту легенду на викинга ругается. Ну да, так и есть. Дефолтный матчмейкинг. Где тип с маленьким званием играет лучше, чем легенда. Ну и вот такие вот аресы твинсы, которые просто пушат. Которые просто пушат, не понимая даже, что они делают. И куда они попали. Он просто, наверное, думает, что он в тдм зашел. Просто чисто в тдм-ку пошпилить залетел. А на самом деле он играет далеко не в тдм. Играет в тот режим, в котором нужно вообще, по идее, стараться мечи возить, если что. Так, на 2-0, 2-0, 2-0. Резистов уже 4. 3,5 минуты. Главное сейчас не дать противнику доставить. Если я дам доставку, будет максимально печально. Нет, что ты делаешь? Боже. Трожец. Вот когда такие моменты вижу в матчмейкинге, мне плохо становится, честное слово. Когда я вижу, как тип останавливается, вместо того, чтобы подобрать мяч, отдает противнику мяч. И противник в этот тайминг ставит. Я просто думаю о том, куда я дошел и во что я играю. Просто во что я катаю. Это максимально печально. Ну, если мы такую катку сейчас еще и зальем, я не знаю. Я не знаю, что рыбыть. Так, мяч выкинь. Хорошо, хоть сам улетел. 2,5 осталось до конца. 2,5 минуты турбосушки. Как нам засушить эту катку, я не знаю. Мне надо подобрать мяч и уехать в сейв-зону. Здесь есть хорек, который может просто оформить доставку. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сейчас ошибся, конечно. Я думал, что он чуть траекторию поменяет. А он просто залетел и полетел. И доставил спокойно. И мои 2,0 превратились уже в 2,2. Печально. Печально, что я могу сказать. Одна хорер-рельса зашла и уже все. И уже все. Чего переоделся в насоску. Офигеть, за 4 минуты мы просто улетели. Просто улетели. Вот вам и матчмейкинг. Добрый вечер, так сказать. Поиграл я на славу, конечно. Типичный матчмейкинг в танках. Ну, то до конца. Надо пытаться хотя бы одну доставку здесь как-то оформить. Я хз. Фил тут пишет про какие-то кип-флаги. Какие тебе, друг, кип-флаги, когда ты стоишь. У себя на респе. И ничего не делаешь. Играешь чисто на киллы. Ну, вот типы играют ТДМ. Чисто ТДМ. Просто ТДМочка. Вместо того, чтобы играть на доставке. ТДМка, конечно, прикольно. Ну, как выигрывать такие катки? Я хз. Я хз. Байк-рисы. Найс. За байчино. Овердрайв. Это бесшансовое, наверное. Ой-ой-ой. Уже все в минах. Да, грустно, конечно. Грустно, грустно отдавать такие бои. Особенно, когда ошибка была максимально глупая твоего тиммейта. И как только ты даешь шанс на доставку первого, то все и меняется в худшую сторону. Ну, и я там, конечно, в моменте решил запушить. Где пушить не надо было. Надо было сыграть более своего. При том, что мы ввели 2-0. Этого было вполне достаточно, дабы выиграть эту катку. Но мы ее, к сожалению, слили. Вот вам и весь матчмейтинг, который есть сейчас у нас. Но мы не расстраиваемся. Мы открываем пятнашку ультраконтейнеров. Надеемся на то, что со старых ультраконтов нам что-то интересное здесь дропнет. 10к кри. Пиксель. Мины. Расходка. Расходка. И еще расходка. И еще кристаллы. И еще кристаллы. И еще добавка. Расходочка. Ни одного, наверное, даже фиолетового и золотого, да? Ну, конечно. Чтоб мне с 15 кантов что-то здесь могло дропнуть. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Какой-то такой видос у нас сегодня получился. Игрового формата по нашему бездонат аккаунту. Выполнили заданки. Зафармили. Ну и получили долгожданную вторую легенду. С кантов, к сожалению, с ультра нам ничего интересного не дропнуло. Но ничего страшного. Поддерживайте видос лайком. Если хотите видеть больше видосов по нашему бездонат аккаунту. Если он все так же интересен для вас, то будем снимать, будем что-то интересное записывать. Да даже просто катки матчмейкинга, я думаю, что с реализацией нашего дикострайкера посмотреть тоже интересно. Только я надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем записывать, у нас уже будет почти докачанный дикострайкер. Который может уже с бустером будем наваливать, потому что с брутом в моментах тяжеловато. В моментах тяжеловато. Поэтому поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и пишите в комментариях, что у вас происходит в нашем замечательном матчмейкинге. Как вам матчмейкинг и как вам тиммейты, которые попадаются. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.